Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и мы только что буквально два дня назад засняли и выложили ролик про физику спуска вот такого бумажного вертолетика в режиме авторотации. Но я сразу должен сказать, если кто-то из вас тот ролик не смотрел, то лучше сейчас остановить это видео, вернуться к тому ролику, а потом уже перейти к нашему сегодняшнему разговору. Там под роликом наши зрители и подписчики оставили много разных вопросов. И мы вам конечно благодарны за это, потому что именно через эти вопросы мы понимаем, чего мы недостаточно объяснили или что вы не совсем поняли. И появляется возможность поговорить об этом необъясненном или недопонятом, чем мы сегодня и будем заниматься. Ну еще я должен тут же вначале сказать, это важно для нашего сегодняшнего разговора, что одно и то же физическое явление мы зачастую объясняем по-разному, исходя из, так сказать, разных исходных пунктов. Но эти объяснения, они не являются альтернативными, как иногда считают некоторые люди. То есть они не взаимоисключают друг друга, но дополняют. И вот с такого рода объяснениями мы и будем сегодня иметь дело. И смотрите, физики, поскольку они физики, начинают объяснение явления с того, что выстраивают для этого объяснения рамку из базовых физических принципов. Ну и естественно, например, взять за такую рамку законы Ньютона. Ну тогда я говорю, вращающийся и спускающийся этот вертолетик, он движется вниз с постоянной скоростью. Следовательно, сумма действующих на него сил равна нулю. Ну что касается сил действующих в направлении горизонтальном, они какие бы ни были уравновешиваются в силу симметрии. А вот что касается вертикальных сил, то я говорю, опять же, ну во-первых, на вертолетик действует сила тяжести, а уравновешивается эта сила силой сопротивления воздуха. Вот я две стрелочки приложил. Ну это была речь про силы, а еще у нас должна быть вторая речь про моменты сил. Ну, поскольку вертолетик спускается, вращаясь с постоянной частотой, с постоянной угловой скоростью, это означает, что действующий на него момент сил равен нулю. И тут у меня сразу возникает вопрос, который, в общем, когда его первый раз себе задаешь, он удивляет, ошарашивает. Как же так? Но ведь вертолетик, вот он вращается, и стало быть, его лопасти тормозятся о воздух, правда? Ну и тогда есть тормозящий момент сил. Как же он тогда вращается с постоянной скоростью и не замедляется? Ну это означает, что, как бы, может быть, они и тормозятся, одновременно при этом и раскручиваются. И вот, если мы это увидим одновременно, торможение и раскручивание, то это будет хорошая первая часть объяснения. И вот я изобразил здесь лопасть в режиме авторотации. Она вращается по часовой стрелке и опускается туда вниз. И первое, на что надо обратить внимание, это на то, что скорости разных точек лопасти во вращательном движении различны. Ну и чем больше радиус, тем больше скорость. Так что быстрее всего движутся точки на концах, а точки вблизи оси движутся медленно, ну и сама ось просто опускается вниз. Поэтому вблизи оси у нас остается такая зона, в которой лопасть фактически продолжает парашютировать. А дальше выделяются две области, которые здесь показаны желтым и сиреневым. И вот оказывается, что в желтой области момент действующих на лопасть сил, он продолжает разгонять лопасть. А в сиреневой области этот момент, наоборот, замедляет лопасть. И сейчас мы объясним, почему так получается. И вот я изобразил лопасть в двух сечениях. Слева в средней части, а справа на краю. И набегающие на эти участки лопасти воздушные потоки. При этом что надо понимать? Что вертикальная компонента этого потока, она одна и та же для обоих сечений. А вот та, которая связана со вращением лопасти, здесь заметно меньше, чем здесь. Но если радиус в два раза меньше, то и эта компонента меньше в два раза. Ну и соответственно, углы атаки, то есть углы между лопастью и направлением воздушного потока, они оказываются в этих двух случаях разными. Ну, может быть я не очень это так показал, но вот этот угол существенно больше, надо это понимать. Ну и соответственно, здесь при большом угле атаки, у нас поток срывается на плоской лопасти. Ну и фактически после такого срыва, можно считать, что лопасть действует как своего рода парус. И сила, приложенная к ней аэродинамическая, направлена практически перпендикулярно лопасти. Так что эта сила имеет, ну давайте это так покажем, раскручивающую компоненту. А вот здесь при малом угле атаки, у нас и при большой скорости, у нас будет большая сила по величине. Но выясняется, что направлена она при этом уже не вперед, а чуть-чуть назад. Ну и соответственно, у этой компонентной силы будет компонента вот сюда направленная. Эта сила притормаживает. Вот так и объясняется наличие этих двух областей. Ну и вообще эти области как бы по площади устанавливаются такими, чтобы раскручивающий момент был равен тормозящему моменту. И вот Андрей рассказал очень тонкую, красивую теорию про две зоны. Но правда у нее есть единственный недостаток. Мы не можем ее проверить на опыте. Поэтому я предлагаю зайти совсем с другой стороны. Ну и сделать опыт с двумя вот такими конструкциями. Одна это наш вертолетик, уже бывший в употреблении. А другая это почти такой же вертолетик, только лопасти у него переклеены так, что он должен парашютировать, а не закручиваться. Ну и мы сравним, с какими скоростями они будут падать. И вот парашютик быстро падает вниз, а вертолетик движется существенно медленнее за счет своего вращения. И на графике мы видим, что вертолетик двигался со скоростью 1 метр в секунду, а парашют падал со скоростью 2,6 метра в секунду. Но это значит, что вращение замедляет падение в 2,6 раза. Когда парашютик падает, сила тяжести, действующая на него, уравновешивается силой сопротивления воздуха, которая пропорциональна квадрату скорости. Ну и если мы эту формулу хотим применить для вертолетика, то мы должны сказать, что масса у него точно такая же, а движется он 2,6 раза медленнее. Ну и тем самым квадрат скорости меньше 6,8 раза. Ну и за счет чего же это может происходить? Ну и за счет того, что во столько же раз 6,8 увеличилась эффективная площадь лопастей. Для парашютика площадь лопастей составляет 30 квадратных сантиметров. Ну значит эффективная площадь для вертолетика за счет его вращения в 6,8 раза больше, это 200 квадратных сантиметров. Но посмотрите, площадь круга, которую заметает лопасти вертолетика при своем вращении, составляет всего лишь 175 квадратных сантиметров. Это значит, что эффективная площадь даже чуть больше, чем площадь вот такого кружка. Ну и вот я теперь послушал объяснение Алексея, и у меня возник свой вопрос. Вот я правильно понимаю, что когда вертолетик раскручивается в полете, то в результате получается так, как будто здесь над ним находится такой парашют диаметром с размах лопастей вертолета. И как будто он спускается вниз на этом парашюте в режиме авторотации. Ну да, вроде бы так получается. Ну смотри, чего тогда у меня, что при этом остается. То есть, а воздух, который шел снизу, он что ли обтекает, этот парашют снаружи, но как будто бы он был сплошным. И вообще не проникает между лопастями. Вот я этого не понимаю. Ведь все-таки, если я обратно этот, убрал бы, как бы вот этот приклеенный кружок. Ну, лопасти вращаются, конечно, быстро, но у нас же есть пространство между лопастями. Почему воздух туда в эти, так сказать, промежутки не проскакивает? Почему он весь обтекает снаружи? Ну, наверное, он и проскакивает где-нибудь по центру. А по внешнему краю у нас же лопасть очень быстро вращается. Ну, и по... А скорость набегания по сравнению со скоростью лопасти, она гораздо меньше. И он, лопасть ударяет сильно по этому воздуху, с которым она успевается прикоснуться. И приводит в довольно быстрое вращение. Ну, а за счет этого вот этот воздух увлекает следующий. А как это она ударяет? Она же не так, не поперек стоит, а все-таки вот так развернется. Ну, в своем роде и ударяет. Ну, в том смысле, что воздух все равно в движение быстрое приходит. Разве нет? Скажи, значит, еще тогда что. То есть, ну, вот как бы частично понятно, а частично все равно остается для меня это смутным. Хотя картинка, конечно, стала сильно лучше. Потому что, ну, если эта модель правильная, то я понимаю теперь про автожиры, про вертолеты, которые спускаются вниз на авторотации. Что вот, ну, как бы вот над ним, как будто такой парашют раскручивается. Но у меня еще вопрос при этом остается. Ну, подожди, я тогда бы еще сказал одну вещь в этом месте. И тогда можно сказать, что он раскручивается, вот скорость вращения, она такой становится, чтобы действительно эффективная площадь была... Слушай, ты прямо на мой вопрос ответил. Была достаточно, ну, фактически равнялась площади вот этого круга. То есть, вот мы как бы не очень знаем, да, почему такая скорость получается, мне кажется, сейчас. Но, как бы у нас есть утверждение. То есть, вот мы отпустили, авторотация пошла, и вот он раскрутится до такой степени, что у нас образуется как бы парашютик сверху. Больше раскручиваться дальше не будет. Ну, очевидно, что больше не будет. Почему он меньше не раскручивается? А, я понял, почему... Вот в этом вопросе. Вот я понял вот что. Когда он уже раскрутился до какой-то скорости, у нас получается, что уже, ну, как будто бы образовался парашют сверху. Он уже весь воздух останавливает. Он же не может... Да, весь до которого дотянуться может. Он же не может еще как бы больше останавливать. Все равно он останавливает только тот воздух, который под ним. Потому что это... То есть, вот, не знаю, мне кажется, в этом месте стоит остановиться. Потому что, ну, вот, реально такой кусок дискуссии произошел. Мы частично к нему готовились. А частично вопросы прямо сейчас возникли. Ну, и смотрите. Если у вас есть какие-то соображения на отсчет, будет здорово, если вы напишите их в комментарии к этому ролику на ютубе. Субтитры сделал DimaTorzok